Телекомпания «ВИД» представляет. Здравствуйте! Добрый вечер! В эфире программа «Жди меня». С любой бедой проще справиться, когда рядом близкие. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы родные люди воссоединялись. Надеюсь, и сегодня чья-то мечта наконец-то осуществится. Итак, мы начинаем. Иногда по истории конкретной семьи можно изучать историю всей страны. Думаю, Зуя Евгеньевна Левченко из Подмосковья со мной согласится. Вот уже много лет она ищет у родственников своего деда, уроженца Кореи, который в 30-е годы приехал учиться в Советский Союз. Его судьба – это настоящий роман о большой любви, тяжелых испытаниях и удивительной силе духа. Внимание на экран. 16 октября 1956 года. Москва. На стол первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева ложится довольно типичная жалоба от преподавателей из Ленинграда, известного переводчика японского и корейского языков, бывшего политзаключенного, корейца по имени Ким Гван Сик. Меня обвинили в совершении тяжкого преступления в пользу японского империализма с целью нанесения ущерба Советскому Союзу. А затем, без суда, на основании постановления особого совещания НКВД, я был отправлен в исправительно-трудовые лагеря сроком на 5 лет. Освободился в октябре 1940 года. Такого несправедливого наказания я не заслужил. Дорогой Никита Сергеевич, сейчас я тяжело болен. Чувствую, что жить осталось недолго. И меня страшит сознание того, что я умру с позорным пятном, которого я не заслужил. А моя подрастающая дочь в будущем должна будет переносить всю свою жизнь моральные переживания, что ее отец был когда-то за что-то судим. Прошу после тщательного разбора моего дела снять с меня клеймо позорного пятна и вернуть в ряды коммунистической партии. Подпись Ким Гван Сик. Эта жалоба была полностью удовлетворена. Переводчика реабилитировали. Но дочь Грета, про которую писал Ким Гван Сик, об этом так и не узнала. На тот момент мать увезла и спрятала девочку от несправедливо осужденного отца. Октябрь 2022 года. Москва. Та же самая жалоба, только на столе дочери Греты. Спустя 66 лет уже внучка Кима решила разобраться, что на самом деле случилось с ее дедом. В 98-м году бабушка умерла. Мама ездила в Ракпас, это ее родина, она очень любила эти места. И в очередной раз, когда она оттуда приехала, я ей сказала, может быть, нам стоит поискать могилу дедушке. На что она сказала, ты знаешь, я не уверена, что он умер. Я говорю, с чего это ты такую информацию взяла? Она сказала то, что бабушка, ей когда-то сказала, то, что он тяжело заболел, у него был туберкулез легких. И климат Коми СССР для него был неприемлем. И ему нужно было менять климат на более теплый. И в 47-м году он принял решение уехать. Уехать с семьей, с бабушкой, с мамой. Но Коми СССР это бабушкина родина, и она не захотела ее покидать. Он решил забрать маленькую маму с собой. То есть он ей поставил условие, что он тогда забирает ребенка. И уезжает с ребенком. И бабушка взяла в тихаря маму и переехала. И потом всю жизнь бабушка молчала? Молчала. Я сказала маме, если он был жив на тот момент, если он не похоронен, то давай попробуем его как-то поискать информацию о нем. Я пришла домой, открыла интернет, набрала его имя в поисковой строке, и мне открывается информация, что вот такой-то, такой-то. Проживал в Ленинграде, учился в Ленинградском государственном университете. Его лишили свободы и отправили в лагерь. И когда уже мы подняли это архивно-уголовное дело, мы поехали на Лубянку, и только из этого дела я узнала всю историю о своем дедушке. Узнала, что родился в 1906 году. Он из крестьянской нищей семьи, что он перебрался из Кореи во Владивосток. И насколько же, конечно, я опять же была удивлена, что он добился. Он добился из этого нищего мальчика, который не знал даже русского языка. Он стал преподавателем Ленинградского государственного университета. И преподавал он японский язык. То есть он изучил не только русский язык, но и японский. Из дела также мы узнали, что у него в Ленинграде была семья. У него была жена, и у него была двухмесячная дочка. В 1935 году его арестовали. Осталась дочь двухмесячная. Конечно, мы просто рыдали с мамой. Она мне сказала, напиши, вжди меня. Напиши. Я как-то не написала. Ну, а потом мама тяжело болела. В 17-м она умерла. И уже как-то перебираю ее документы с мужем. Мы посмотрели, там забирали какие-то вещи. И он мне сказал, Зой, ну, напиши ты, вжди меня. Ну, раз она хотела, так, ну, напиши. Вот мы и написали. Очень надеемся. Очень. Потому что получилось так, что по этой линии у нас нет никого. Никого. И по бабушкиной тоже, потому что бабушка тоже была репрессирована. Поэтому родственников с той стороны у нас тоже нет. То есть фактически я вообще одна. Ну, то есть мы жили, я, мама и бабушка. Все, а теперь. Вот эта история. Настоящий детектив. Полный загадок и неожиданных поворотов. Возможно, самое интересное нас ждет впереди. Зоя Евгеньевна, проходите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь сюда, пожалуйста. Честно говоря, история вашего дедушки произвела на нас огромное впечатление. Расскажите, пожалуйста, когда вы начали о нем искать информацию? Это был 2005 год. Я решила поискать самостоятельную информацию. Я открыла интернет, набрала его имя и очень удивилась, увидев его в словаре. Словарь восточных языков, репрессированных востоковедов. Я написала составителю словаря. Может быть, он владеет еще какой-то информацией, хотела узнать. Он мне ответил, что информацию он не владеет. И то, что нужно запросить архивно-уголовное дело. Мы запросили дело, оно пришло, нас оповестили, мы поехали на Лубянку. И оттуда мы уже узнали очень много всего. Но я правильно понимаю, что у него была семья? По сути, об этом вы узнали из дела? Да. Все правильно. Бабушка никогда с нами не обсуждала этот вопрос. Да, может быть, я так предполагаю, что она тоже об этом не знала. Единственное, что меня всегда поражало, мама вспомнила, что когда она была в Питере, где-то в середине 60-х годов, она была с подружкой и ездила в гости к ее родственникам, к подружке родственникам. Она увидела где-то табличку на звонке, я не помню где, то ли на подъезде, то ли коммунальные квартиры были. И там было написано, Ким, она не помнила, то ли Грета Гвановна, то ли Маргарита Гвановна. И она поняла, что это ее сводная сестра. Она почему-то так решила. И отчество, и редко, и, конечно, вряд ли совпадение, конечно. Ну, она позвонила в квартиру, ей никто не открыл, и ей было некогда. Но она всю жизнь жила с той мыслью, как она мне сказала, что у нее все-таки была семья в Ленинграде. То есть она больше не вернулась, не позвонила еще раз? Нет. Ну, потом я там родилась еще что-то, замуж она вышла, ну, много каких-то других. Вам не хотелось съездить по этому адресу? Хотелось, конечно. Я сразу написала. А, нет, я написала по адресу, который мы нашли в уголовном деле, где его арестовали. Я написала, но улицы менялись. С 35-го года до 2005-го уже очень много произошло изменений. Ну, и в результате в 15-м году мне уже пришло, что такие здесь не проживают. Ну, в общем-то, и все. Вот. И произошел тупик. А за что, скажите, он был осужден, если знаете? Я так поняла, что за шпионаж и помощь японской разведке. А на самом деле? Нет, на самом деле, конечно, нет. Он пишет, что несправедливо был осужден. Да. Но в вашей истории, я так понимаю, еще очень много белых пятен, да? Да. Да, в общем-то, вся она сплошное пятно, можно сказать. На многие вопросы вы получите ответы прямо сейчас. Давайте посмотрим сюжет. 1936 год. Ленинград. Ким Гван Сик уже заключен под стражу. И, видимо, понимая свою участь, пытается спасти хотя бы жену и только что родившуюся дочку. Он пишет, пишет и пишет. Всем, кому только можно. Ректору Ленинградского Восточного Института, господину Амагаеву. Я получил письмо от своей жены, что вы до сих пор не платили зарплат моей жене за сентябрь 1935 года из-за переписки русско-японского словаря и учебника китайского языка по моей доверенности, которую заверял следователь в Ленинграде. Прошу уплатить таковые по доверенности моей жене. Находясь в лагере, Ким Гван Сик еще не знает, что это письмо ректора Амагаев уже не прочитает, поскольку его самого репрессировали по 58-й статье. Но почему образованные и полезные сотрудники Восточного университета, которые еще вчера оказывались на страницах центральных газет, вдруг стали фигурантами уголовных дел? В то время уже назревал конфликт с Японией, и под подозрение попадали все, кто знал японский язык. Но в чем конкретно обвинили молодого ученого? В семье, с которой разлучили Кима, все эти годы были уверены, что его жестоко подставили. К большому нашему сожалению, изучив документы в архивах Санкт-Петербурга, мы предполагаем, что инициатором ареста был именно товарищ, который вместе с дедом выполнил большой перевод и должен был с ним поделить деньги. В своих письмах, в каждом письме, он писал бабушке, что он заработал очень приличные деньги, тысячи рублей в те времена за перевод и текста на японском языке о промышленности в Японии на то время. Это был серьезный документ. И он со своим товарищем, коллегой, выполнил этот перевод. И вот он бабушке в каждом письме пишет, что, Саша, ты должна получить вот эти деньги, тебе этих денег хватит на проживание, получи. Причем он пишет так, что, если ты не получила эти деньги, я обращусь в прокуратуру, и с этим разберутся, деньги тебе должны отдать. Но деньги бабушка так и не получила. Человек, который не вернул ей эти деньги, мы предполагаем, что он был заинтересован в том, что дед был арестован или не вернулся из лагеря. Я вам хочу зачитать одно из первых писем, которые прислал дед бабушке после ареста. «Добрый день, Саша, дорогая жена и милый мой друг. Саша, какая ужасная и страшная вещь разлука, в особенности после обоюдной, счастливой супружеской жизни. Сколько я не твержу, половина моей жизни и счастья находится у тебя, наши сердца связаны. Они связаны неразрывными узами, которые я чувствую впервые в моей жизни». На этой фотографии моя бабушка Александра и мой дедушка Ким Гуан Сик. Как их дорожки сошлись, нам трудно сказать. Но они сошлись, и они составляли счастливую пару. 22 июля 1935 года у них рождается дочь, и называют ее Маргарита. Вот это подлинное свидетельство о мамином рождении. В графе «Отец» Ким Гуан Сик. Это студенческий билет дедушки. Здесь ему 27 лет. Вот эта фотография моей бабушки с мамой на руках. Впереди одно счастье. Да вся жизнь впереди. С маленькой дочкой и любящим мужем. А вот это уже совсем другая фотография, с другим настроением. Потому что это уже 36-й год. Дед уже арестован. И у бабушки совершенно несчастный взгляд. Она с ребенком на руках. Зима. А вот эта фотография момента, когда ему был озвучен приговор. От бабушки отворачиваются все друзья, она пишет ему. Она оказывается в полной изоляции с новорожденным ребенком. И в январе 36-го года бабушка оформила развод с дедом, чтобы хоть как-то с маленькой дочерью остаться в Питере, не быть изгнанной из города. И вернулась на свою фамилию Васильева. Но дочери, фамилия Ким, была сохранена. И отчество у мамы Гвановна. Ким Маргарита Гвановна. Мама с этим отчеством, с восточной внешностью, прожила чудесную жизнь. Бабушка в 41-м году пошла на фронт, воевала в войсках ПВО, была ранена, демобилизована и больше никогда замуж не выходила. Я думаю, что бабушка любила вот этого чудесного Ким Гван Сига всю оставшуюся жизнь. А вот здесь уже я с мамой. Мы жили на улице Декабриса в центре Питера. На этой фотографии я с бабушкой. Моя бабушка, Александра, умерла 4 мая 1982 года. Мы с братом были уверены, что дед умер в лагере. И с этим мы прожили всю свою жизнь до последнего времени. Что вы почувствовали, когда увидели на сайте заявку от Зои? Да, это, наверное, не объяснить. Буря чувств. Я увидела ее поздно вечером. Всю ночь я не спала. Я ее перечитывала много раз. И утром первое, что я сделала, бросилась к компьютеру и стала писать письмо о том, что я хочу встретиться с Зоей. Получается, что с Зоей мы двоюродные сестры по дедушке. Зоя, наверное, наши мамы с вами были бы счастливы, если бы они познакомились, потому что они были сестрами. И судя по их судьбе, по образованию, по тому, чему они занимались в жизни, они были очень похожи. Большое горе, что они не встретились и обе ушли из жизни. Но нам с вами Бог дал возможность все-таки встретиться. И я думаю, что и дед был бы этому очень рад. Невероятно. Невероятно. Ожидали? Нет. Конечно, нет. Представляете, спустя почти сто лет внучки Ким Гван Сика встретятся. Юлия, проходите к нам, пожалуйста. Пойдемте встречи. Я не верю. Я в такое даже поверить не могу. Чудо? Да это чудо, это не то слово. Похоже вы на него. Даже вот с мамой что-то с моей есть. Ну, это чудо. Это действительно удивительно. У вас столько есть фотографий, которые вы можете показать. Это удивительно. Это очень интересно. Сохраненный архив достаточно большой. Есть чем поделиться. И у нас-то ничего. Мы вас спросите. Да? Да. Там есть о чем поговорить. Да, да, да. Что же известно о вашем дедушке после того, как он уехал в Узбекистан? Вот, к сожалению, нет у нас никакой информации об этом. Только то, что он оказался в городе... Ангрен. Ангрен. И он там работал на каком-то предприятии... Товароведом. Совершенно верно. Да, узбек уголь. Да, да. И это все, что нам известно. Может быть, у него там в Узбекистане какая-то была еще семья? Исключить ничего нельзя. Мы тоже предполагаем. Да, да. Невозможно исключить. И мы даже не знаем даты его смерти. Наши добровольные помощники в Узбекистане как раз работают сейчас по вашей истории. Пока никаких данных нет, но работа ведется. И я очень надеюсь, что, может быть, после этого эфира придут еще отклики. Может быть, у вас есть еще братья или сестры, тоже надеемся. Будем очень рады. Да это даже трудно представить. Это было бы чудо, но чудеса случаются. Случаются. Мы это видели сегодняшко. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Будьте здоровы. Ну, Зоя, вы даете, конечно. Я и поверить не могу. Я не могу поверить. Юля, я просто... Я счастлива. Я все и буду счастлива. Спасибо, что вы приехали. Мы на свете были тоже, как вы, одни. У меня брат, у меня одной есть. Старший. Младший. Вы познакомитесь. Изумительный Павел. Вот. И он носитель фамилии Ким. Прекрасно. Он остался только один Кимом. И мы жили одни. Ни двоюродных братьев, ни сестер, ни тет, ни дед. Никого совершенно не было. И к этому и привыкли. И тут вы. Как мы теперь с этим будем? Я не знаю. Отлично будете. АПЛОДИСМЕНТЫ В жизни бывает всякое. Бывают и безвыходные ситуации, и роковые ошибки. Мы, правда, стараемся понять каждого, кто к нам обратился. И даже если понять не получается, то все равно помочь. Я очень надеюсь, что благодаря нашим телезрителям удастся пролить свет и на следующую историю. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Я ищу своего сына Тебенькова Ивана. 60 лет я его оставила на вокзале в Адлере. В пятилетнем возрасте. С мужем жили 8 лет на Урале. Он пил. И невыносимо как. Бедно жили. Невыносимо бедно. Носить нечего было. Сестра уехала в Гагры туда, в Грузию, и вызвала меня. Ай да, здесь тепло. В Танюхе, вот этой Танюшке, был годик. А ему 5 лет было. Он с 57-го года. И вот я собралась как дура и поехала туда. Я устроилась на работу в строительную бригаду. Тяжелая работа была. А потом тут перешли на Взыве. Дом этот доделывали. Паркет слали на горячую смолу. Вот этим елочкой деревяшкой. Работа есть все. Садика нету. Если нету, куда детей? Наняла старуху, тетю Валю. С дочкой, то она сидела нормально, а чего ей годик дать. А этот не слушал, я убегал на работу ко мне. Паркет. Недоволен был, что он возле меня то ли убьется, то ли изуродится. Обожгется. Вот и смоле. Безвыходное положение было. Моя сестра родная посоветовала, увези на вокзал куда-нибудь. И его приберут сразу в детдом. И я вот так и сделала. Я решила Бертенев написать по отцу. Бертенев Виктор Ильич. 57-го года рождения, 24-го июля. И вот так и в кармашек ему положила. Вот везла и посадила. Конфет набрала ему, целый кулек, там всяких разных. На последние копейки дала. И говорю, сиди, жди меня, я сейчас приду быстро. Кошмар какой. Посадила его, он сидел. Обрадовался, столько конфет получила. И ждал меня. Я села, да, уехала. Вот и проехала. И сноху свою безумная была. Это тяга. Не знаю. И что вы думаете, то ли в этот день, вот я сейчас не помню уже, то ли на второй день мне прислали записку, что находит твой сын в Краснодаре, в доме, в детдоме, советская, 80-я. Когда я поехала, заработала денег с Танюшкой-то, поехали. А там, вот видите, даже никакого детского дома там не бывало. Дурой была, дурой. Потеряла его. Ну, маме моей на сегодняшний день 92 года. 93-й пошел с сентября. Ищет, она его всю жизнь ищет. Говорит, каждый день, каждую ночь. Сколько лет живу, и не могу забыть. Они ездили в Адлер, ездили в Краснодар. Все везде обыскали, распростили. Но никто им никаких данных не дал. Сказали так, как это конфиденциально. Раскрывать мы ничего им не можем. Ваня, я твоя сестренка, которой было на тот момент один годик. Сейчас мне 60. Но я вместе с мамой все эти годы как бы несу на себе бремя этой ее ошибки. Я, конечно, не сужу ее, но мне тоже очень хочется узнать, жив ли ты. Есть ли у тебя дети, есть ли у тебя внуки. Как ты вообще все эти годы прожил? Как ты вообще отнесешься к тому, если ты живой? Захочешь ли ты общаться со мной? Захочешь ли ты увидеть маму? Конечно, бы очень хотелось, пока мы живы, чтобы произошла эта встреча. Ни одной ночи, ни одного дня я чтобы не помнила тебя, милый сын. Если ты живой, отвлекнись, пожалуйста. Прости меня, что так случилось. Хоть бы увидеть меня, а потом и умирать можно. Уважаемые телезрители, если вы обладаете информацией о сыне Наталье Егоровне, незамедлительно свяжитесь с нашими редакторами. Мы будем вам очень признательны. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Расскажите, что вас привело к нам на программу? Я хотела бы найти своих родственников. У меня есть родственники в Казахстане. Я об этом знаю со слов мамы. Но мама очень давно умерла. В 1994 году где-то. И я рано стала с братом сиротами. Мы рано стали воспитывались в интернате. Мама оставляла мне их адрес. Я маленькая тогда была. Я еще читать, наверное, не умела. Я его потеряла. Я вам хочу кое-что показать. Вот эти письма писали ваши родственники, вашей бабушке, вашей маме. Посмотрите, пожалуйста. Они их сохранили в надежде, что, может быть, благодаря этим письмам мы сможем выйти на ваш след. Мы сможем вас найти. У вас действительно очень много родственников. И они очень-очень давно вас ищут. Ален, я пойду продолжать программу, а вы внимательно смотрите, что будет происходить в нашей студии. Я уверена, что у нас получится вас сегодня порадовать. Спасибо. До встречи. Спасибо. Ален, я не знаю, что у нас есть. Спасибо. Порой даже плохие новости не повод прерывать поиски. Так наши сегодняшние гости приехали к нам на передачу, несмотря на известие о смерти человека, которого она искала. Фарида, проходите к нам. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Ильич. Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Фарида. Я приехала из Тюмени. Два с половиной года тому назад я подала заявку на «Жди меня». Я разыскиваю своих племянниц Муртазину Венеру, Муртазину Светлану. Мы жили в Кустанайской области, Красудского района, Баканский совхоз в Казахстане. Мой старший брат Муртазин Амиржан, 40-го года рождения. Он самый старший. У нас многодетная семья, 10 человек в семье. Он у нас был самый старший. Был он женат. Жена его, наша, вернее, сноха, приехала в Казахстан на поднятие целины к сестре своей и познакомилась с своим братом. Ну, они влюбились, поженились. У них родилась дочь Венера. В возрасте 33 лет он трагически погиб. А что случилось? Ну, его сбила машина. А невестка наша, Людмила, осталась беременной вторым ребенком. Она родом из Лисичанска. Когда все это случилось, она забрала свою дочь в Венеру и уехала туда, в Лисичанск. И она уехала, но переписывалась с мамой. Продолжалась переписка. Потом она устроилась на работу, на стройку в Лисичанске. Случилось несчастный случай. Она упала и очень сильно повредилась. Хотя у нее там мама была в Лисичанске, но она написала моей маме, что приехала, и она забрала девочек на время. То есть она родила еще одну девочку? Да, она родила, вот Светлану она родила, я точно помню, у нее день рождения, 15 апреля 1974 года. Мама съездила, забрала девочек. Девочки у нас жили два года. Но она нам присылала посылочки своим деточкам и нам как бы... Потом она приехала, забрала их. А последний раз она приезжала в Казахстан в 1985 году выразить соболезнование моей маме. У нас в армии погиб самый младший сын, мой брат, в 1985 году. Она приезжала, уже в Венере было лет 15, наверное, а Светлане где-то 9-10 лет. Вот. Потом я переписывалась с Венерой. У нее уже родилась девочка, Алена. Она присылала фотографию мне. окончательно мы потерялись. Распад союза, потому что брат в конце 90-х годов вызывал невестку на переговоры. Ну, в то время же телеграммой вызывали. И ответ пришел, что абонент выбыл, умер. И вот с того времени мы, в общем, потеряли связь. Вот такая история. Знаете, мне очень жаль, что мне придется сообщить вам плохую новость. ни Венеры, ни Светланы уже нет живых. мы соболезнуем вам очень. Фариде, мы вас пригласили сегодня, потому что вас ищет один человек, для которого вы очень важны. Это Алена. Алена, дочка Венеры. Да, у нее была. У нее очень непростая судьба, ей очень нужны родные. Посмотрим сюжет. Помню себя приблизительно лет с пяти. Проживали мы в Лисичанске. Папа, мама, бабушка, ну, прабабушка, наверное, моя, и брат. Вот, мы жили все вместе. очень любили они нас, очень. Помню, как гуляли, как зимой на горках катались, на санках, все вместе, все, так, вчетвером. Папа был мотоцикл, на мотоцикле, помню, катались. У меня мама была очень красивая женщина. Была, наверное, душой компании, можно так сказать. Очень красиво пела. Она сама самостоятельно научилась играть на гитаре. Рухнуло все в один момент. Умер папа. В 91-м году родился брат мой младший. Брат родился в апреле, а в декабре, 27-го декабря умер отец. И мама, получается, осталась одна в молодом возрасте с двумя детьми малолетними. Мне кажется, это ее и сломало. Начала ломать, выпивать. И все усугублялось, наверное, тем, что приходила ее родная мать, вашка Люся, и предлагала маме выпить, чтобы ей легче стало. Я помню, я ее просила, мама, говорю, не пей. Она не не пей, а начинает петь. Говорю, нет, не это, перестань, ну, пить, перестань. Ты же сказала, говорит, не пей, я не буду петь. Вот так вот она шутила. Потом, наверное, мама очень сильно пила. Доходило уже до того, что могла оставить нас одних. Мы жили на первом этаже, могла оставить нас, закрыть, и на несколько дней просто пропасть. Я через форточку убегала. Помню, яблоки соберу, то по соседям похожу, там, брата чем-то нужно кормить, он маленький был. И самой же тоже кушать хотела. И потом, может быть, соседи, может быть, моя бабушка Зоя, которая отца-мать, решили ее лишить родительской опеки. Нас забрали, забрали в детский в детскую больницу сначала. Мы там долго находились. Потом нас забрали в дом малютки. Меня одну забрали. Игорь оставался еще в больнице. Игоря, наверное, привезли через полгода. Он меня уже забыл. Как я выглядела, он меня полностью забыл уже. Он же, наверное, и не знал, что у него сестра была. Ну, я-то его помню. Вот. Обратно его же приучило, что я твоя сестра старшая. Там всегда были вместе, никому не давала его обижать. На каникулы меня приезжала забирать бабушка в начальных классах. И помню, позвонил телефон. Бабушка разговаривала по телефону, по телефону и сообщили о том, что умерла мама. И, ну, нужно было, чтобы ее кто-то похоронил. Нам она сказала, что умерла мать, что хоронить я ее не собираюсь. И нам с Игорем запретило даже плакать, чтобы мы не плакали. Что она такая плохая, нечего по ней плакать. Вот. Ну, я-то маленький, он ее не помнил. А я по ночам подушку ревела. Фотография там где-то мы с мамой. Она со мной всегда всю школу, вот сколько я училась, она со мной была эта фотография, чтобы не забыть, как мама выглядит. Поддержки я не чувствовала от родственников, которые находились рядом, по папиной линии. Помню, как мне говорили, то, что я буду непутевой к родителям. в 15 лет в Подоле принесу, встану, наркоманкой там, пьяница и все остальное. В 19-м году так получилось, что умер мой брат. Это очень сильно сломало меня, повесился. 27 лет повесился. Вот. И после того, как брат умер, у меня начались проблемы со здоровьем. Я очень долго сидела на транквилизаторах, потому что успокоительные меня никакие не брали. когда было уже совсем плохо, у меня подружка, ну и по совместительству, родственница моя, она мне начала уговаривать уезжать, чтобы я оттуда уехала. И вот мы уехали в 19-м году. Летом. Игорь умер зимой, а мы летом уехали сюда, в Россию. Сделали гражданство. сейчас мы живем хорошо уже. У меня есть муж, с которым мы уже почти 20 лет вместе. Сын старше, ему 17 лет, дочь, ей скоро 13 лет будет. Мама мне рассказывала о том, что у нее есть родственники в Казахстане. много. Тети, дяди она говорила. Я задавалась вопросом, почему мама, оказавшись в такой ситуации, почему она не написала в Казахстан. Я до сих пор этого не понимаю. Почему так? Я не знаю, может быть, стеснялась. Если бы она обратилась, скорее всего, ей бы помогли. Скорее всего, ее бы забрали с детьми. Или, я не знаю, как. Как-то могло быть по-другому, если бы хотя бы мама дала себе знать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И помогли бы, их забрали. Я не сомневаюсь. Ну вот, Алене так не хватает родных людей. Ей очень не хватает мамы. Ей очень не хватает родственников со стороны мамы. А их было очень много и есть. Это замечательно. потому что девочка очень хорошая. И нужно ее обогреть. Нужно дать ей то тепло, которого у нее не было с самого детства. Да. Она приехала. Она здесь. Ален, выходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Алёна. Алёна. Я же не делала тебе фотографию маленькую. Правда же. Как так? Я написала. Ой, ничего. Хотя она о вас часто вспомнила. Я узнала адресы казахстанские. Она не оставила адрес. Я маленькая была. Я под телевизор спрятала. Она к бабушке. Ходила к нам, я под телевизор спрятала. Я, наверное, тогда читать ещё не убила. Потому что я его спрятала. Ну, а потом как-то через время вспомнила. А там его уже не было. Наверное, бабушка его вытянула. Наверное. И бабушка тоже знала. Бабушка тоже знала. Мы встретились. Мы теперь не потеряемся. Нет, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Ален, у вас действительно очень много родственников. И Фарида сегодня приехала не одна? Конечно. Надежда, выходите к нам. Это тетя тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 Теперь много этого не будет. У меня было никого первого нет. Теперь мы не потеряемся. И я вовсе. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я вовсе так и будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдемте, девушки, присядем на диванчик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АЛЕНОЧКА Мы вам все говорим, что у вас очень много родственников. Но их, правда, действительно очень много. Есть еще родственники по линии бабушки. И они все вас искали. А часть из них живет в Казахстане. И все это время они за нами наблюдали. И видели все, что здесь происходит в этой студии. Покажите нам, пожалуйста, Казахстан. А вот и он. Вот и Казахстан. Это ваша родня, да? Какие ваши сына? Нет, не все мои сыновья. Один сын. Вот племянник. Вот племянник. Как у вас много всех. Здравствуйте. Алёна, вы рады, так сказать, от обладения в нашем семействе? Обязательно общаемся с юристами. Обязательно. Не будем теряться никогда. Надеюсь. Я думаю, что я единственный библиянин, который расстался в Казахстане. И, кстати, меня зовут Амиржан. Амиржан. Да, в честь своего деда, да. Алёна, ну теперь надо съездить в Казахстан. Да, без проблем. Нет, сначала в Тюмень, потом в Казахстан. Ой, да, ну у вас теперь тур предстоит вам огромный просто. Да? Поедете? Если будет возможность, конечно, съездим. Поедет, поедет. Мы вам поможем, Алёна. Поедет, поедет. Конечно. Ну что, у вас действительно впереди целое турне. Много теплых, радостных встреч. И я очень надеюсь, что все плохое позади. Вы, главное, берегите друг друга. Я думаю, что вы уже не потеряетесь никогда, потому что вы такие какие-то семейные. И очевидно, что вы друг другу нужны. Спасибо вам большое. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. Субтитры сделал DimaTorzok